В Казалинской области устраняют последствия пыльной бури. В минувшие выходные сильный ветер повалил около 50 электрических столбов. Ряд населенных пунктов оказался без света. Сегодня ветер немного стих, тем не менее учащихся начальных классов перевели на дистанционное обучение. Кристина Алмазклза продолжит. В Казалинском районе порыва ветра были такой силой, что согнула 40-метровая дымовая труба. ЧП произошло на территории теплособжающей станции. Она обеспечивает теплом 98 предприятий, 74 многоэтажки и 203 частных дома. Комиссия, созданная при районном Акимате, своевременно устранила неполадки. На месте работали 15 человек, два специальных крана и сварочное оборудование. В настоящее время тепло подается непрерывно. Не устояли под сильным ветром около полусотни электрических столбов в областном центре и в районах. Большая часть из них уже восстановлена. Работы продолжаются только в Щилийском районе. В населенном пункте Казалкаен сгорели 12 столбов. Сейчас ведется их замена. Это были деревянные столбы. Они загорелись и упали. Вместо них мы теперь устанавливаем железобетонные. Сегодня с утра наша бригада приступила к работе. Планируем завершить до вечера. В областном центре без кровли остался многоквартирный дом, отремонтированный только в прошлом году. В целом от штормового ветра пострадали 7 образовательных учреждений, 9 административных зданий, 3 дома культуры и 2 многоэтажки. Размер нанесенного стихии ущерба сейчас подсчитывает специально созданная комиссия. Восстановительные работы на поврежденных объектах начнутся в ближайшее время. По словам специалистов КАЗ Гидромета, уже с завтрашнего дня ветер постепенно начнет стихать.